Новоиспеченная семейная пара Дарья и Ростислав Игнатовы живут в Волгодонске, но для фотосессии в самый счастливый день своей жизни они выбрали станицу Романовскую. Очень красивая набережная, есть где погулять, приехать, пофотографироваться, как за границей практически у нас теперь все. Реконструкция сквера обошлась в 25 миллионов бюджетных рублей, зато теперь это лучший образец благоустроенной территории и комфортной жизни. Впрочем, когда молодые решат завести детей, то одной красоты улицы парков им будет мало, на первый план выйдет безбарьерная среда. Куда обычно вы заходите с колясок? В последнее время это магазины детские, одежды, игрушек, вот туда же. Ландусы не везде, далеко не везде, спасает только малое количество ступеней. Катить коляску, перескакивая через высокие бордюры неудобно, а малыш просыпается, сетуют волгодончане. И все же самый молодой город области, в списке пяти самых приспособленных к нуждам людей с ограниченными возможностями. Передовой опыт Волгодонска, часть улицы 50 лет СССР показывают главам других районов и городов. Здесь есть тактильная плитка и правильные скосы. Мы сегодня презентовали на областном семинаре улицу равных возможностей. Задача, чтобы у нас не только улица равных возможностей была, задача, чтобы у нас появился город равных возможностей. Не только город, но и область равных возможностей. Это нужно каждому десятому жителю региона. Новые спортивные объекты должны быть доступными всем, подчеркивает Василий Голубев. Министерство обязано это требовать. Вот вы, Минстрой, там еще есть некоторые наши министерства, вы должны исключить принятие объектов и пользованием, если не заложено в проектах, понятие доступной среды. На стоимости проекта этого не сильно отразится, нужно лишь желание сделать жизнь лучше. Больших затрат не требуют, просто не требуют. Там нужно, чтобы колясочный полк передвигаться, заехать. Это бордюр за нижней сделки, и он может проехать. По программе «Доступная среда» к 2020 году на Дону должны быть созданы все условия для пользования объектами транспортной сферы, информации и связи. Лидия Романченко, Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону.